Нестандартные, но эффективные рецепты из аптеки 1. Перекись водорода Всем известное дезинфицирующее и дезодорирующее средство. Абсолютно безвредное. И найти ее можно в каждом доме. Мы очищаем ей уши и прикладываем к порезам, чтобы остановить кровь, но оказывается и для нашей внешности она может быть полезна. Если вы любите поковырять на лице прыщики или сами выдавливаете черные точки, то перед этим не забудьте хорошенько смочить кожу перекисью водорода. Она хорошо разрыхляет роговой слой кожи и они будут очень легко выходить на поверхность при нажатии вместе со всем стержнем. После удаления этой нечисти с кожи, еще раз протрите эти места. Таким образом вы закроете и продезинфицируете поры, и на следующий день на лице не будет никаких следов. У вас неожиданно закончился дезодорант. Протрите подмышки перекисью водорода. Потливость это конечно не снизит, но вот запаха, длительное время точно не будет. Кстати, если вы хотите продлить на пару часов действия своего дезодоранта, например, если предстоит долгая дорога, и чтобы уж наверняка остаться свежей, этот совет тоже поможет. Только наносите дезодорант, уже на подсохшую кожу. И если у вас под рукой нет никакой косметики, перекись вас выручит. Перекись водорода может заменить лосен и тоник, так как отлично очищает, сужает и отбеливает поры. Подходит для любой кожи, а для жирной просто идеально, так как уменьшает салоотделение, и может использоваться ежедневно. 2. Настойка калиендулы. Настойка калиендулы, совершенно необходима в каждой аптечке. Доказано, что она является более эффективной, чем препараты йода, для лечения ран и порезов. Поскольку калиендула обладает уникальной способностью ускорять регенерацию тканей, уменьшать воспалительные процессы. И вызывать заживление ран. Если это средство помогает излечить от фурункулов и язв, то от угрей точно избавит. Вообще, настойка калиендулы – лучший лосьон. Если вас пугает спирт, то разведите ее водой в пропорции, один к одному. Еще, настойка калиендулы здорово подсушивает кожу головы. И если вы будете периодически ее втирать, волосы будут грязниться заметно меньше. Для укрепления волос можно добавить к настойке калиендулы касторового масла. Втирать надо на протяжении месяца, и это неплохо помогает при сибарии. 3. Левомиколь. Отечественная мазь левомиколь имеет достаточно сильное противовоспалительное и противомикробное действие. И активно в отношении различных микроорганизмов, стафилококков, синегнойных и кишечных палочек. Если вы поранились, обожглись, у вас фурункул, вы сами расковыряли лицо. Или чувствуете, что начинает пробиваться прыщик, вам может помочь эта мазь. Толстым слоем нанесите на больное место, пока не пройдет. А проходит после нее, достаточно быстро. 4. Салициловый спирт и салициловая мазь. Компонент практически всех противоугревых и противосибарийных средств. Салициловая кислота, растворенная в спирте, продается в каждой аптеке. Если у вас угри, черные точки, прыщи на спине, очень жирная кожа, или проблемы с кератализацией, это средство для вас. 5. Салициловая мазь действует мягче, чем спирт, и хорошо отшелушивает мертвые клетки кожи. Салициловый спирт очень сушит кожу, поэтому наносить его нужно точечно. А еще салициловая кислота, препятствует появлению мозолей, и грубению кожи. Поэтому после педикюра, наносите ее на пятки и другие проблемные места. 5. Цинковая мазь. Цинковая мазь – это противовоспалительное средство, которое оказывает подсушивающее, адсорбирующее, вяжущее и антисептическое действие. После чистки лица, в том числе и самодельной, при угрях и любых воспалениях наносите на кожу цинковую мазь. Опять же, если прыщик начинается, намажьте это место на ночь. И с утра, скорее всего, от него и следа не будет. Не зря цинк входит в состав широко рекламируемых средств для проблемной кожи. Только стоят они дорого, а мазь – копейки. Далее, чтобы у вас не было раздражение после депиляции, в зоне бикини, нанесите на несколько часов цинковую мазь. Обычно достаточно одного применения, чтобы забыть об этой неприятности, до следующей процедуры. Вы сделали педикюр, дома или в салоне, и хотите подольше сохранить эффект? Просто периодически наносите на стопы и пятки цинковую мазь. Проверено. 6. Опилак. Опилак. Выпускается в форме мази, свечей, бада. Опилак – это запатентованный одним таллинским фармацевтическим заводом, торговое название препарата на основе – пчелиного маточного молочка. Выпускается еще с советских времен, и помогло это средство не одному поколению людей. Опилак – общеукрепляющее средство, адаптоген, биоген и стимулятор метаболических процессов, а еще и источник аминокислот, куча витаминов и макроэлементов. Спектр болезней, при которых его назначают, огромен. Часто, опилак, прописывают детям, при отсутствии аппетита, людям в восстановительный период после операции и стрессов, как дополнительное средство при лечении бесплодия. Мазь в комбинации с БАДом, входит в курс лечения сибария, и нейродермита. И уже через месяц применения, уменьшает жирность кожи, снижает количество воспалительных элементов, уменьшает зуд. При жирной, проблемной коже лица, полезно хотя бы раз в неделю наносить, опилак, на кожу толстым слоем. Если у вас синдром хронической усталости, большие физические или умственные нагрузки, или просто хотите взбодриться, прием опилака – это один из самых безопасных способов это сделать. Продается в каждой аптеке, стоит дешево. 7. Масло зверобоя, ромашки, крапивы, репейное масло, касторовое масло. Все эти масла, далеко не дефицит, доступны по цене, и очень хорошо питают, и восстанавливают волосы. Можно купить все, и поочередно делать горячие обертывания с ними. Обычно масло расфасовывается в маленькие стеклянные бутылочки. Их можно ставить в стакан с кипятком, а через минуту уже нагетое масло наносить на волосы. Делайте так два раза в неделю. 8. Английская соль. По-другому, сульфат магния или магнезии. Препарат, известный всем гипертоникам и людям с болезнями печени. На скорой помощи, магнезию в ампелах используют для быстрого понижения давления. Но для наших с вами целей, обретения ухоженности и здоровья, нам понадобится магнезия в порошке. Фасуется она в пакеты по 100 грамм. Если вам надо срочно, буквально за один день похудеть, то вам поможет ванна с добавлением 1 килограмма магнезии. Эффект основан на выведении лишней воды из организма. Ванна полезна и людям, страдающим отеками, она хорошо помогает почкам справиться с нагрузкой. Больным псориазом такая ванна тоже очень облегчит жизнь, так как хорошо очищает кожу. Ванна с английской солью будет полезна и людям с проблемной кожей на теле, прыщами на спине и груди и просто желающим очистить организм. Только не злоупотребляйте ванну с магнезией, можно применять максимум раз в месяц, уж очень это сильное средство. 9. Глина косметическая. О глине. Белой, зеленой, голубой и так далее, вроде и так всем известно. И о том, что глиняные маски, ванны и обертывания реально действуют, думаю тоже. Обязательно купите пару упаковок, если еще не пробовали. Белая глина лучше подходит для сухой кожи и волос. Зеленая, для проблемной кожи и жирных волос. Голубая подходит всем. Конечно, простая косметическая глина, не так эффективна, как например, марокканская, или та, что продается в индийских магазинах. Но ведь и цена отличается. 10. Паста сульсена. Известная еще нашим родителям, средство по уходу за волосами, паста сульсена. Это эмульсия на основе дисульфида селена. Этот дисульфет, является сиборегулятором, и обладает противоперхотным действием. Паста сульсена вам поможет, если у вас перхоть, тусклые секущиеся волосы, а также, если они быстро жирнятся, секутся или выпадают. Сера, входящая в состав пасты, укрепляет и уплотняет волосы изнутри, так что после применения они кажутся толще. Отлично помогает, если вы хотите увеличить промежуток между мытьем головы. Волосы дольше остаются свежими и изумительно блестят. 11. Рамазулан. Рамазуан – это противомикробный и противовоспалительный препарат, состоящий из экстракта ромашки аптечной и эфирного масла ромашки. Живой азуален. Тот, кто является поклонником ромашкового запаха, придет от этого препарата в восторг. Прелесть рамазулана в том, что его можно добавлять в суду. В ванны, в шампунь, в самодельное мыло, в гель для душа, маски. Его можно использовать как лосьон при жирной, проблемной коже и вообще при любом кожном испалении, при болезнях десен, и даже как дезодорант. Когда в косметику добавляют буквально один грамм азулена, она уже обладает лечебным эффектом, а тут как много его, в 100-миллилитровой упаковке. Рамазуан, должен быть у каждой заботящейся, от своей красоте женщины. 12. Кубики с травками. Ромашка плюс череда плюс масло жужуба, плюс оливковое масло. И все в морозилку. А утром кубиком протирать лицо. Оно становится свежим, румяным и мягким. И вообще в течение дня, если лицо усталое, стоит протереть, и усталость лица пропадает. 13. Айрит. От морщинок суперсредства. Наносить на кожу вокруг глаз. Это витамины, А, И, Е, вместе, наносить утром и вечером под глаза. Или можно мазать только один раз в день, держать 2 часа, потом он впитывается, или его промокнуть салфеткой. Если дома, то так весь день можно ходить. Хороший эффект. Использовать 2 недели, потом перерыв. 14. Блефорогель номер 1. В нем, гиауроновая кислота. От мешков под глазами. Наносить толстым слоем 3 раза в день, и обязательно на ночь. Жирненько. Через несколько дней, отеки должны сойти, и морщины убежать. Еще можно попробовать кастровое масло, утром на 2 часа, а наносить после геля, лифтинг эффект. Можно пойти еще дальше, и приобрести чистую гиауроновую кислоту в ампулах. И ампулу влить во флакон с блефорогелем. Каждый раз перед нанесением хорошо встряхивать и наносить. 15. Раствор хлористого кальция. Пилинг, голливудская чистка. На чистое сухое лицо наносят раствор хлористого кальция, ждут, пока высохнет, потом наносится второй слой, и снова ждут подсыхания. Намыливают руки детским мылом и массируют кожу, скатывая катушки. Механизм здесь следующий. Хлорид кальция взаимодействует с мылом. Натриевая и калиевая соль высших карбоновых кислот, образуется хлорид калия или натрия, и нерастворимая кальциевая соль высших карбоновых кислот, которая скатывается, попутно захватывая часть верхнего слоя кератиновых чешуек. Получается поверхностно щадящий пилинг. Использование хлорида кальция для очищения кожи, возможно при отсутствии воспалительных элементов. Очень эффективно. Проверено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова